Да, Роман, большое спасибо за приглашение, за пульт, за помощь. Я Дмитрий Кривошеев, я действительно, да, я сейчас туда встану, когда у меня все запустится, я и встану, я пока хочу вот без стойки. Кандидат биологических наук, руководитель исследовательских и образовательных проектов компании Генотек. Ну, я еще имею несколько аффилиаций в качестве преподавателя в нескольких учебных заведениях. Вот, ну, а сейчас мы с вами поговорим о синтетической биологии. Сразу скажу, что я настраивался как раз на аудиторию, которой, так скажем, фразы типа CRISPR-Cas9, они вот вызывают какие-то ассоциации, да, но не то, чтобы они прямо вот знают в деталях, как все работает. Поэтому мы сегодня поговорим о том, что вообще такое синтетическая биология, какие перспективы это имеет и вообще, что мы понимаем под синтетической биологией, потому что синтетическая биология – штука очень широкая. Ко мне периодически обращаются с вопросом про биохакинг рассказать. Вот там та же самая примерно история. Дело в том, что когда рассказываешь про биохакинг, там есть два подхода. Либо биохакинг – это то, что действительно позволяет как-то улучшать нашу жизнь, ну, типа, двигайтесь, ешьте больше фруктов, и это позволяет как-то вот вам лучше себя чувствовать. Но это и так все знают, да. А есть, так скажем, хардкорный биохакинг – это когда люди себе вкалывают какие-нибудь там генетические векторы и, соответственно, затем смотрят, что у них там получится. Скорее всего, у них ничего не получается, потому что сейчас такая еще стадия развития этих технологий, когда мы у такого высокоорганизованного и взрослого организма вмешаться на генетическом уровне все-таки шансы имеем достаточно низкий. То же самое и с синтетической биологией. Это слово, которое в последнее время стало, ну, очень модным, но, тем не менее, мы увидим, что есть узкое понимание и есть более широкое понимание. И поэтому мы поговорим о том, что это такое, поговорим о том, как работают те или иные механизмы. Моя лекция и моя презентация устроены таким образом, что мы можем либо проскакивать какие-то моменты, я буду вас об этом спрашивать, либо мы будем останавливаться на каких-то моментах. Ну, главная наша задача – закончить. У меня пояс сегодня в пол-одиннадцатого, так что нас практически ничего не держит. Появляются различные реторты, опять же, измерительные приборы для измерения объема, и в химию приходит математика. И химики начинают все сжигать, взвешивать, измерять, и приходят к молекулярным формулам. И вот где-то к началу девятнадцатого века была выведена куча молекулярных формул самых разных веществ. И в это время было как раз такое направление очень популярное. Это не то, что мракобесы какие-то. Например, такой выдающийся ученый, как Ян Берцелиус, которым мы обязаны во многом различным химическим обозначением, формулам и так далее. То есть достаточно выдающийся человек, если многие его ученики вообще последовали его примеру и стали использовать вот то, что мы называем химической номенклатурой. Так вот, Берцелиус был приверженцем так называемого витализма, который говорил о том, что вот есть пропасть между живой и неживой природой, между органическими веществами и неорганическими, и пропасть эту никак не преодолеть. И, соответственно, в самом начале девятнадцатого века ученик как раз Берцелиуса Фридрих Веллер, великий немецкий химик, которого мы считаем вообще основателем органической химии, что он сделал? Он умудрился из неорганических веществ синтезировать мочевину и написал своему учителю, что, знаете, я теперь без почек могу, вон что могу, мочевину произвожу. На что ему Берцелиус, конечно, написал, что он так съязвил, дескать, не самое благородное вещество органическое вы получили, но, тем не менее, съязвить-то он мог, а противопоставить уже ничего не мог, потому что, как, вот есть замечательная такая фраза, вот такой некрасивый эксперимент с выделением такого некрасивого вещества, мочевины, положил конец такой красивой теории витализма. И затем развивалась химия, вот это простое органическое вещество, то есть имеется в виду простое, с той точки зрения, что оно просто организовано. Куда более сложные вещества — это углеводы, и мы обязаны другому великому химику Эмилю Фишеру тем, что он доказал строение углеводов, научившись их синтезировать, а уже в середине XX века еще один великий, можно сказать, маг и волшебник, Роберт Вудвард, величайший химик, синтетик, он синтезировал хлорофилл. То есть от стадии… У них, кстати, очень забавно, что даты, как вы видите, даже перекрываются. То есть каждый из них чуть-чуть был современником последующего. Так вот, мы видим, как эволюционировал подход к химии и органической химии. От невозможности создать к возможности и практическому воплощению, возможности создать сложнейшие структуры. Там многие стадии, то есть это десятки стадий и вообще синтез хлорофилла и куча других соединений, которые умудрился синтезировать Вудвард. Это не просто химия, это искусство, потому что можно очень разными путями к этому подойти, и можно это сделать очень изящно. Вот такая же история, в принципе, она и с синтетической биологией. Потому что от какого-то отношения к организмам как чего-то невероятного, что вообще невозможно не то что воспроизвести, а понять, мы постепенно подходим к такому очень механистическому отношению. Потому что это действительно какие-то детали. Да, это сложно организованные детали, но в принципе можно собрать их в нужной последовательности, организовать управление этими системами и получить какой-то необходимый для нас работающий механизм. В каком-то смысле можно назвать попытку осуществить синтетическую биологию на практике. Это Ян Ван Гельмонт, он очень известен школьникам благодаря своим несколько странно интерпретируемым экспериментам. Он жил в 17 веке, и он известен тем, что положил в ящичек грязное белье, положил туда зерно, и через какое-то время там завелись мыши. И он из этого сделал вывод, что они способны самозародиться. Естественно, так трактовать этот эксперимент нельзя, но это вот такая была, я сейчас шучу, но в этом была какая-то робкая попытка создать живое существо, причем достаточно высокоорганизованное. Надо сказать вот на этом месте, что мы до сих пор при всем развитии нашей цивилизации, что мы только не сделали, и в космос полетели, и геном расшифровали, и много-много чего другого, мы до сих пор всей силы нашей цивилизации не можем объединить, чтобы создать хотя бы одну простую клетку, которая бы взяла и сама бы заработала. Есть в этой области самое большое достижение, это клетка, в которую мы поместили синтетический геном, но, условно говоря, на пустом месте взять и создать клетку мы не можем. У этого есть ряд ограничений, мы, возможно, их коснемся. Теперь, собственно говоря, как лучших традициях всех учебных лекций, начнем с терминов. Термин синтетическая биология, как мне удалось это обнаружить в источниках, появился в 1980 году в статье немецкой исследовательницы Барбара Хабом, ее звали, и, соответственно, она ввела термин синтетическая биология применительно к созданию трансгенных бактерий, то есть бактерий, которые были получены с использованием так называемой технологии рекомендантных ДНК, то есть ГМО-бактерии. И в этом плане, конечно же, можно говорить, что вообще вся генная инженерия – это и есть синтетическая биология, и достаточно сложно с этим не согласиться. В 2003 году Том Найт, которого многие называют крестным отцом синтетической биологии, это сотрудник в тот момент Мессачусетского технологического института, как вы знаете, это одна из самых мощных научных и разработческих организаций в мире, так вот он представил стандарт синтетической биологии, который называется биобрик. Ну, брик – это некий кубик, чаще всего представляется некий кубик Лего. Я, кстати, фанат Лего, есть такой сайт, маленькое лирическое отступление, называется Брикипедия. Вот если кто-то фанатеет от Лего, зайдите туда, и там представлены все наборы Лего за всю историю существования этого бренда. Сколько мною было проведено часов за этим наблюдением. Так вот, точно так же был сделан некий стандарт, то есть фактически превратившийся в каталог различных кубиков, который называется биобрик. В чем была его задача? Задача его заключалась в том, чтобы то, что здесь на картинке показано, как-то начать воплощать в жизнь. Мы понимаем, что фактически здесь в отношениях синтетической биологии сводится к попытке перенести некое инженерное мышление на биологические системы и сделать так, чтобы были, условно говоря, некие детальки, некие стандартные штуковинки, которые можно соединять друг с другом. У каждой этой штуковинки может быть какой-то свой функционал. У меня на следующей странице даже есть такая история с различными электротехническими приспособлениями. Вот это стандарт визуальных символов. Как вы видите, он очень напоминает то, что вы, наверное, все видели в учебнике по физике. Там лампочки всякие, резисторы, транзисторы и так далее. Так вот, идея заключается в том, чтобы собрать из биологических систем какие-то компоненты, которые можно друг с другом соединять в различной последовательности, в различном сочетании и превратить это в некую работающую систему для выполнения самых разных функций. Ну, например, я сейчас вначале пример какой-нибудь приведу, чтобы на него потом лучше ложились вот эти какие-то более теоретические построения. Ну, представьте себе, захотели мы, например, определять в воде наличие какого-нибудь компонента, тяжелый металл какой-нибудь, не знаю, кадмий. И мы хотим, чтобы в ответ на это бактерия, например, краснела. Вот у нас есть такая задача. Соответственно, мы должны сделать некий датчик биологический, который будет воспринимать высокую концентрацию кадмия. И, соответственно, этот датчик каким-то образом должен внутри этой бактерии передавать сигнал на некую систему, которая будет заставлять бактерию краснеть, синеть, зеленеть, в общем, все, что мы захотим. Причем есть даже книги уже по синтетической биологии, и там начинающим синтетическим биологам очень сильно советуют на начальном этапе не закапываться в детали. Говорят, вы не думайте, как этого добиться, чтобы биологическая система вела себя определенным образом, а вы просто придумаете некое теоретическое построение, а уж потом набор разнообразных деталей поможет вам собрать этот конструктор. Так вот, вот это мышление инженера. То есть это какие-то сети компьютеров, которые состоят из отдельных компьютеров, которые состоят из отдельных модулей. Там есть определенные так называемые логические системы, ну и, соответственно, есть самые простейшие компоненты, из которых все это состоит. В принципе, не нужно обладать большой фантазией для того, чтобы в этом увидеть некую аналогию, причем достаточно прямую аналогию в биологических системах. Как известно, биологические системы, они иерархичны, они состоят из органов, тканей, клеток. В клетках есть тоже различные химические пути, в том числе передача сигналов. Ну и, соответственно, все это в конечном упирается в итоге в отдельные структуры, белки, нуклеиновые кислоты, которые можно использовать как основу для построения этих систем. Ну и в чем идея? Идея в том, чтобы создать отдельные модули, которые позволят обеспечивать быструю сборку. То есть вам не надо знать, как работает светодиод, если вы инженер, который собирает елочку новогоднюю из светодиодов. Вам продают светодиоды. С другой стороны, можно поддерживать надежность высокоуровневых систем. Если бы каждый, кто хочет сделать елочку из светодиодов, сам бы производил светодиоды, он бы замучился их стандартизировать. А у вас уже есть все готовое. И поэтому выше вероятность то, что елочка горе. Ну и, соответственно, за счет того, что это полуфабрикат уже готовый, транзисторы, резисторы, лампочки и прочие штуки широко продаются, точно так же можно широко обеспечивать сбыт этих штуковин. И, по идее, это должно привести к появлению многих-многих-многих вот таких вот инженеров. Ну и еще очень важно, чтобы эти инженеры объединялись вокруг какого-нибудь мероприятия. Таким мероприятием стали соревнования. Вот эти вот соревнования. Это международный конкурс генноинженерных машин. И, соответственно, здесь показано, где он проходит. Вот цветом показаны те страны, в которых были получены золотые, серебряные и бронзовые медали. Удивительно, золотых медалей больше всего. Сейчас объясню, почему. Ну и показана, собственно, золотая медаль, показан сертификат участников. Хитрость заключается в том, что бронза, серебро или золото распределяются не в зависимости от того, быстрее вы, выше или сильнее, а от того, смогли ли вы добиться определенных результатов. Так вот, в 2016 году, где участвовало примерно 300 команд, 37% получили золото. И для этого нужно было представить доказательства принципа работы проекта. Серебро — это задокументирована функциональность какой-то отдельной части. Ну и бронза — это зарегистрировать созданную биологическую конструкцию в реестре стандартных биологических частей. То есть был создан специальный реестр, который любители такого биологического конструирования могут пополнять. И в 2018 году в каталоге частей биобрих было более 20 тысяч задокументированных таких генетических частей. Тут надо сказать, что в уже 20-е годы нашего века уже и из России в том числе участники стали принимать участие в этом замечательном мероприятии и показывают достаточно хорошие результаты. Таким образом, мы видим, что синтетическая биология в узком смысле — это как раз и есть создание неких типовых вот таких деталей, которые можно соединять в разные конструкции для получения каких-то результатов. Давайте же познакомимся с тем, что и себя должны представлять эти детали. Есть такое понятие, как часть, пат. Это некая часть, она представляет собой фрагмент ДНК, в котором закодирована какая-то структура. Например, рецептор, который воспринимает тяжелый металл какой-нибудь или какой-нибудь гормон, или еще какой-нибудь другой сигнал. Или это наоборот какой-нибудь эффектор, например, какой-нибудь образующийся флюоресцирующий белок, который там нужным нам красивым образом светится. Есть постепенное объединение вот этих вот отдельных частей в чуть более сложные системы. Ну и как бы верхним уровнем организации такой системы является создание вот как раз некого работающей конструкции, которая помещена в организм, например, в бактерию. Больше всего синтетические биологи любят дрожжи и бактерии по понятным причинам. И никаких этических вопросов. И, соответственно, растут быстро, есть немного, просят, но и никому их не жалко. А, соответственно, те конструкции, которые описаны вот здесь, то есть это обозначения, которые используются для конструирования, вот в них-то мы с вами сегодня и углубимся, потому что мы увидим, собственно, как работают эти биологические машины и поймем вообще, как мы до этого дошли в ходе развития и генной инженерии, и молекулярной биологии. Скажите, пожалуйста, кому говорит о чем-нибудь слово промоутер? Терминатор из той же области. Терминатор — это не только тот, кого сыграл Арнольд Шварценеггер. Терминатор — это заканчиватель. Значит, промоутер — это фактически та область, с которой начинается работа гена. Терминатор — это та область, где работа гена заканчивается. Рибосом — это рибосома. Сейчас мы с вами во всем будем разбираться. Вообще, конечно, синтетическая биология — это тоже мне подсказка. Это следующий настрой как бы на структурной биологии. Сейчас я, извините, выключу, чтобы нас никто не отвлекал. Структурная биология для того, чтобы что-то соединять в какие-то сложные системы, нужно вообще понять, как они работают. В этом плане структурная биология — это верх редукционизма, то есть сведение организма к шестереночкам, деталечкам и так далее. Я буду немножечко пролистывать, чтобы нам все успеть. Вот здесь мы можем видеть, какой значительный прогресс сейчас имеется в области понимания различных структур, которые содержатся в клетках. Потому что даже когда студенты изучают современную молекулярную биологию, есть некое ощущение, что в клетке происходят какие-то магические процессы. На самом деле мы сейчас в деталях знаем про просто строение. Не имея таких сильных микроскопов, но имея другие методы, в том числе и методы современного компьютерного моделирования, мы понимаем, как устроены многие молекулы на своем микро-микроуровне. Здесь показана первая, очень кривая, некрасивая, делали они из подручных средств, что называется. Это структура миоглобина. Есть гемоглобин, есть миоглобин, его аналог в мышцах. И это, как вы видите, середина прошлого века. А сейчас мы можем вот такие уже красивые структуры не просто рисовать, а понимать, как эти структуры ориентированы в пространстве, как они взаимодействуют с другими молекулами. И здесь как раз показаны те замечательные структуры, расшифровка которых была удостоена затем Нобелевских премий. Вот, например, это АТФ-синтаза. Это та структура, которая помогает нашим клеткам вырабатывать энергетическую валюту АТФ, если кто помнит. А это как раз рибосома, которая отвечает за биосинтез белка. И то, и другое мы можем называть молекулярными машинами. И это действительно био-нано-роботы. Они очень маленькие, они био, потому что они имеют живое происхождение. И это роботы в том плане, что они, будучи совершенно тупыми, очень хорошо справляются с каждой со своей отдельно взятой функцией. И они это делают практически идеально, потому что за миллиарды лет эволюции, а мы понимаем, что отработка идеально работающих молекулярных машин прошла уже очень-очень давно, так вот за миллиарды лет эволюции они стали работать практически идеально. Ну и здесь вот так ради интереса тоже показаны структуры в сопоставимых размерах тоже многих биологически важных компонентов. Вот ДНК, алкоголь-дегидрогеназа, тот фермент, который отвечает за наши взаимоотношения с алкоголем. Вот в фрагменте коллагена показано, от которого зависит молодость наших соединительных тканей и упругость кожи в том числе. То есть параллельно шло несколько процессов. С одной стороны, мы все лучше и лучше понимали, как устроены отдельные компоненты в нашем организме, с точки зрения структуры того, как они выглядят, как они могут быть организованы в пространстве. С другой стороны, у меня ни одна лекция не обходится без этого слайда, потому что это центральное событие во всей биологии 20 века, когда Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик расшифровали структуру ДНК. Ну и опубликовали это в журнале Nature. Соответственно, очень быстро напоминаю, что ДНК — это текст. Там в виде нескольких буковок записана генетическая информация. Это буковки А, Т, Г и С. Соответственно, они бы могли быть любыми другими. Мы их могли назвать как угодно по-другому. Но часто приходится понимать, особенно в общении с людьми далекими от естественных наук, что они представляют, что генетический текст — это какая-то метафора. Вся природа в каком-то смысле — это текст. Вся природа может в каком-то смысле — это текст. А тут прям по-настоящему текст. То есть там есть молекулярные буковки, они тут по цвету специально я их подобрал, чтобы совпадали. И прямо на протяжении вот этой молекулы есть запись из различных сочетаний этих четырех букв, в которой записана информация о строении белков. Если очень сильно упрощать, мы помним, что есть вот это любимые задачи по генетике, про кореглазых людей, про голбоглазых людей, и что значит у них там родиться в результате их бракосочетания. Так вот, тут всегда нужно поправлять, что на самом деле даже такой признак, как кажется из учебника по биологии, такой простой признак, как цвет окраска радужной оболочки глаза, та кария или наоборот неокрашенная светлая, она на самом деле тоже зависит от ни одного гена. Но наибольший вклад вносит ген, который… Есть один из генов, который вносит наибольший вклад. Поэтому для упрощения мы скажем, что ген — это последовательность ДНК, которая отвечает за один какой-то признак, а конкретнее за синтез определенного белка. Это, еще раз повторяю, упрощение, но нам так будет легче. Ну и тут надо отметить, что вы видели на фотографии Джеймса Уотсона, это тот, который помоложе. А был еще Фрэнсис Крик, ни один из них не был профессиональным биохимиком. Джеймс Уотсон вообще начинал как орнитолог, он изучал птиц. А Фрэнсис Крик был физиком, и из этой пары он, так скажем, наиболее был прозорливым, видящим, так скажем, дальше. И он написал достаточно быстро после вот этой своей их фундаментальной статьи про двойную спираль целый ряд статей, в которых предсказывал развитие молекулярной биологии на несколько десятков лет вперед. И действительно оказалось, что все, что он нафантазировал, или, правильнее сказать, построил гипотезы, все это действительно оказалось так. Ну и, в частности, он постулировал так называемую центральную догму молекулярной биологии. Дело в том, что в наших организмах ключевую роль в передаче наследственной информации играют несколько структур. Это нуклеиновые кислоты, это ДНК и РНК. ДНК все узнают, это вообще самое узнаваемое изображение среди научных изображений в XX-XXI веке. Соответственно, РНК — это нечто очень похожее, это одноцепочная молекула, которая является слепочком с определенного участка ДНК. Ну и, соответственно, белок — это вот та структура, которая непосредственно работает. И центральная догма молекулярной биологии говорит о том, что информация в клетке главным образом передается вот так. То есть там есть много всяких разных дополнений, исключений и так далее. Опять же, это сейчас все лишнее. Мы не на этом сейчас фокусируемся. Напоминаю, что белки представляют собой вот эти самые био-нано-работы, которых у нас огромное количество. И, соответственно, за тысячи химических реакций у нас встречают тысячи различных ферментов. Белки — это в основном ферменты. Многим кажется, что структурные белки. Нет. Дело в том, что за огромное количество химических реакций нужны свои маленькие работники. И вот каждый из них за это отвечает. При этом за конструирование белков у нас сама, вернее, конструкция белков устроена таким образом, что она не очень разнообразная. Вроде бы может показаться на первый взгляд. Дело в том, что конструкционных элементов, вот таких вот отдельных кирпичиков, их всего 20. Это так называемые 20 протеиногенных аминокислот, из которых состоят белки. То есть аминокислот можно придумывать, на самом деле, еще много всяких. Но в реальных белках, которые существуют в живых организмах, таких аминокислот всего 20 штучек. И, соответственно, у вас для конструирования белка есть разные схемы. То есть вам нужен один белок, вам нужно соединить определенные аминокислоты в определенной последовательности. Вам нужен другой белок, соответственно, вы можете соединять другие аминокислоты в других последовательностях. И где-то должна быть инструкция, а как же собирать конкретный белок для того, чтобы он выполнял ту или иную функцию. Вот, собственно говоря, этим-то и занята молекула ДНК. Можно сказать, что ДНК — это библиотека, ДНК — это слово, то есть сама ДНК ничего делать не умеет, а, соответственно, белок — это дело, то есть он выполняет функцию. Ну и вот таким образом можно вполне инженерно к этому делу подойти, можно, записав определенную инструкцию по сборке белка, зафиксировать создание необходимой, нужной молекулы. Тут надо сказать, что от того, в какой последовательности вы этот самый белок соберете, он потом на уровне уже самоорганизации начинает определенным образом укладываться, это называется фолдинг, и вот эта вот цепочечка в некую трехмерную конструкцию, вот такие конструкции мы уже видели, она выстраивается. Выглядит это вот так, с помощью специальной еще одной молекулярной машины, которую мы называем рибосома. Вот здесь показан рисунок, который, в принципе, такой достаточно школьный. Мы понимаем, что есть некая протяженная нуклеиновая кислота РНК, напоминаю, это слепок с ДНК, и, соответственно, по этой самой РНК ползет вот эта рибосома, опять же, вот она как неваляшка выглядит в школьном курсе, на самом деле она выглядит куда сложнее, и шаг за шагом она перемещается по последовательности текста, и специальные молекулы, это адаптеры, это транспортная РНК, в каждый нужный момент в соответствии с так называемым принципом комплементарности, а мы помним, я надеюсь, что нуклеиновые кислоты состоят не просто из буковок, а они состоят из буковок, которые способны специфически слипаться. Когда в одной нуклеиновой кислоте в цепочке есть аденин, в другой цепи обязательно должен быть тимин, и, соответственно, гуанин всегда комплементарен цитозину. Таким образом, с помощью вот этой конструкции происходит, не совсем мне всегда это нравится слово, но, скажу я вас, считывание генетической информации, на самом деле происходит каждый раз вхождение нужной транспортной РНК, которая приносит нужную аминокислоту, и вот из-за этого движения рибосомы и приноса сюда аминокислот, шаг за шагом, шаг за шагом происходит достраивание молекулы белка. Ну вот, собственно говоря, это здесь показано на уровне мультика. Он, кстати, тут уже сейчас, видимо, к концу подходит, потому что мы видим, что вот эта вот штука, которая растет, это вот эта самая молекула белка. Вот снизу мы видим РНК, она проходит через рибосому, через эту замечательную молекулярную машину. Так, сейчас уже все дело закончится. Рома, а можно попросить… А, я же сам это могу сделать. Вот, замечательно. Смотрите, вокруг РНК собирается рибосома. Вот это вот штучки, которые забегают. Это, собственно говоря, транспортная РНК, и каждая транспортная РНК притаскивает к себе вместе с собой одну аминокислоту. И вот мы видим, шаг за шагом, шаг за шагом, каждая следующая транспортная РНК, видите, приносит аминокислоту, и вот уже из рибосомы он начинает вылезать, торчать белок. То есть в живой природе, на клеточном уровне, и так уже все достаточно сложно организовано, и очень четко, соответственно, бери эти механизмы и используй. Еще важное замечание по поводу генетического кода. Вот я очень часто слышу, как журналисты и вообще люди любят говорить про изменение генетического кода. Там генетический тест позволяет прочитать твой генетический код. Смотрите, это совершенно неправильное утверждение, давайте положим этому конец. Дело в том, что генетический код у всех одинаковый. И у вас, и у тушканчика, и у одуванчика, и так далее. Мы вообще живем в мире живых организмов, у которых генетический код обладает свойством универсальности. Иногда говорят квази-универсальность генетического кода. Дело в том, что действительно есть совсем уж далеко от нас отстоящие микроорганизмы, у которых чуть-чуть генетический код другой. Но что такое генетический код? Вообще код… Давайте сейчас маленький такой интерактивчик. Что такое вообще код? Тут на слайде подсказка есть. Только вообще код, не генетический, а вообще код. А можно погромче чуть-чуть? Совершенно верно. Дело в том, что по большому счету знаком может быть все что угодно. Вы помните, например, какой-нибудь фильм про Штирлица? Да, там нужно было его подельнику поставить… Да, это у плохих людей подельника, у него соратник. Его соратнику нужно было поставить горшок в окошко, и это было каким-то знаком. Соответственно, если вы не знаете, что это знак, то для вас это горшок в окошке. Та же самая история здесь показана. Здесь написаны какие-то иероглифы. Это первые попавшиеся иероглифы. Я даже толком не могу сказать. Они японские, китайские, может, тут вообще какие-нибудь неприличные слова написаны. А я даже и не знаю. А почему я не знаю? Потому что я не знаю, чему соответствует этот знак. Та же самая история с каким-нибудь языком цветов на балах 19 века, с флажковой азбукой, которая используется на флоте. И я бы мог привести здесь еще тысячи разных примеров этих шифров. Но идея любого шифра заключается в том, что знак для вас имеет значение только в том случае, если он соответствует какому-то смыслу. То есть код — это соответствие. И в этом плане, вот она, таблица генетического кода. Мы видели, что там имеются три плеты. То есть вот когда мы говорили с вами об этом, обращаю внимание, смыслом обладает не одна буковка, не две буковки, а три буковки. Соответственно, трехбуквенное сочетание в ДНК приводит к тому, что вот в нужную позицию встает нужная аминокислота, и таким образом у вас задается структура белка. Таким образом никогда не говорите больше, что там у нас особый генетический код, или мы там поймем свой генетический код и так далее. Мы его и так знаем, вот эта штука регулярно на ЕГЭ по биологии каждый год появляется. Так что про генетический код мы все знаем уже очень хорошо. Соответственно, после того, как стало понятно, как он в целом работает, ну в целом, да, потому что детали мы до сих пор уточняем, затем, естественно, возникло желание что-то поменять, что-то как-то этим всем манипулировать, и, естественно, возникла потребность в некоторых инструментах. Тут, опять же, я часто упоминаю, что когда я говорю, что я молекулярный биолог, меня спрашивают, а вот каким микроскопом я пользуюсь. Я никаким микроскопом не пользуюсь, молекулярные биологи вообще микроскопом могут в принципе не пользоваться, потому что они пользуются вот этими самыми молекулярными механизмами, которые и так уже есть в клетке. И вот здесь видно, да, напоминаю, 1953 год, это расшифровка структуры ДНК, ну и затем вот здесь синими стрелочками показано, что очень-очень быстро после этого у исследователей появились инструменты, которыми они используются до сих пор для того, чтобы изменять нуклеиновые кислоты. В частности, это ДНК полимераза, которая отвечает за размножение молекулы ДНК. И, как вы знаете, именно эта самая ДНК полимераза используется в ПЦР. Кстати, если сейчас голосование состоится, то я смогу рассказать про ПЦР. Если нет, то нет. Значит, ну и ряд других ферментов. Ферменты очень легко узнавать. Они называются азы, транскриптаза, ревертаза и так далее. Собственно говоря, вот здесь показано, что процесс удвоения ДНК, в отличие от того, что в школе очень часто говорят, типа самоудвоение ДНК. Иногда у некоторых людей возникает представление, что ДНК сама расплелась, сама каким-то образом удвоилась и так далее. На самом деле есть большое количество, можно сказать, целая бригада. Здесь очень простая картинка. На самом деле картина значительно сложнее. Есть специальные ферменты, которые расплитают ДНК. Есть специальные ферменты, молекулярные машины, которые достраивают ДНК. Причем там разные цепи еще достраиваются, немножечко по разным механизмам. Есть специальные белки, которые не дают этой самой расплетенной ДНК соединяться вместе. Ну и, соответственно, достаточно быстро люди научились это все дело использовать для того, чтобы с ДНК, в первую очередь с ДНК, манипулировать. Так, есть ли у вас желание узнать, как работает ПЦР? Вкратце. Поднимите руки. Давайте. Значит, смотрите. Сейчас мы поймем заодно, что такое праймер. Дело в том, что настоящие молекулярные биологи и генные инженеры не могут просто жить и существовать, если они не используют такую штуку, как праймер. Заодно увидим, как это было гениально решено и природой, и потом исследователями. Смотрите. Все, вся вообще генная инженерия, можно сказать, она происходит из понимания тех природных процессов, из некоторых деталей. И иногда некоторые баги могут оказаться фичами. Вот точно так же здесь получилось. Есть такой фермент, про который мы уже сказали. Он называется ДНК-полимераза. И у него есть такая особенность, что он не может просто сесть на одиночную цепочку ДНК. Еще раз напомню, вот есть двойная спираль ДНК. Она расплелась, и теперь на каждой одиночной цепочке нужно достроить вторую цепочку. Так вот, в силу определенных эволюционных причин ДНК, вот эта самая ДНК-полимераза, этот фермент называется ДНК-полимераза, ведь она грустная вначале. Потому что она не может сесть на эту одиночную цепочку. Но если к ДНК уже приделан хотя бы маленький комплементарный фрагментик, я еще раз напоминаю, что здесь аденин, то здесь тимин, здесь гуанин, тут цитозин. Соответственно, здесь есть некий текст, и если где-то плавает кусочек с комплементарным текстом, то он просто туда прилипает. И ДНК-полимераза начинает невероятно радоваться, сам видел, потому что у нее появляется возможность относительно вот этого небольшого кусочка начинать достраивать цепь. Она маленькая, молекулярная трудяшка, и, соответственно, вот вы видите, она радостная, начинает, вот все, правда, я сказал по принципу комплементарности, удваивать вот эту цепочку. Про это молекулярные биологи узнали очень-очень давно. Про то, что есть вот такой фермент, про то, что можно использовать вот эти маленькие кусочки, а этот кусочек, кстати, это и есть праймер, праймер или затравка, который, собственно говоря, ориентирует фермент для того, чтобы он копать отсюда и до обеда. Так вот фермент он достраивает отсюда, то есть от вот этого праймера, и, значит, до конца. Вот это все знали, но как-то сложить в голове не могли. И мы тут с вами встречаемся с выдающимся ученым, которого зовут Керри Муллис. У нас будет сегодня на лекции два бунтаря от биологии, такие рок-н-ролльщики от молекулярной биологии. Керри Муллис, он известен тем, что он так себя очень многое плохо вел, поэтому почитайте его биографию, если хотите вдохновиться духом бунтарства. Ну и он, кстати, был серфингистом заядлым, он, кроме всего прочего, был ВИЧ-диссидентом. То есть это удивительный пример того, как человек мог делать гениальные вещи в одной области и вот буквально в смежной области говорить абсолютную чушь. Это, кстати, яркий пример того, что ссылки на авторитет — это не очень хорошо, потому что люди могут, и выдающиеся люди могут весьма косячить. Но вспомним, чем он нам дорог. Он, вот здесь как раз показано, прям в деталях, вот он ехал на такой машине, вот прям по этой дороге, вспоминает он, и в голове у него как раз вертелась вот эта мысль. А почему же нельзя взять и в пробирке, зная вот все те принципы, о которых мы сейчас говорили, ой, ДНК. Он ехал с девушкой какой-то там за городний дом отдыхать. В общем, отдых у них не очень получился, потому что он в течение нескольких дней все поверхности, которые я только мог исписывать, исписал для того, чтобы найти, а где же я неправ. Ну, не может такое быть, что все об этом знают, и никто не может это повторить. После чего он приехал в лабораторию, воспроизвел это все в экспериментах, и действительно получилось. То есть получилась система, то, что называется инвитро, то есть в пробирке, когда вы добавляете к ДНК определенные вот эти маленькие фрагменты, которые мы называем праймерами, и, соответственно, сориентировав с помощью этих праймеров фермент, добиваетесь достраивания молекулы ДНК до конца. А если вы этими праймерами, сейчас мы это увидим, ограничите какой-то фрагмент, то вы, соответственно, этот фрагмент можете многократно размножить. Итак, представим себе, что вот эта вот молекула ДНК, все верно, двойная спираль, здесь не спираль, но видно, что двойная цепочка, и предположим, что нам нужно точно знать, спать мы не можем, пока не узнаем, есть ли в этой ДНК вот этот фрагмент. Может быть, это фрагмент, который соответствует какому-нибудь вирусу, который мы хотим обнаружить в этом биологическом образце, или еще какие-то причины. Вот мы должны об этом узнать. Мы знаем эту последовательность, соответственно, мы можем подобрать праймеры. Обычно, сейчас мы их подберем, но помимо праймеров еще что важно помнить, что ДНК способна расплетаться, причем в клетке она расплетается, конечно же, под действием специальных ферментов. Мы еще раз об этом сейчас упомянем, но если мы все это дело проводим в пробирке, то никакие ферменты не нужны. Вы помните, что если что-то нагреть из курса физики, то молекулы начинают быстрее двигаться, и, соответственно, чем выше температура, тем это движение сильнее. Ну и здесь, соответственно, то же самое. Если вы нагреваете молекулу ДНК до достаточно высоких температур, а речь идет именно о нагревании 90 градусов, например, то эти молекулы, пусть это будут очень даже длинные цепочки, они способны расплетаться, потому что вот эти водородные связи, которые между ними образованы, они, как и любые другие связи, при наличии определенных энергий разрываются, и эта самая цепочка отходит одна от другой. И вот когда эти цепочки разошлись, вы можете посадить, вернее, не посадить, а они сами сядут, сядут праймеры. Но откуда они взялись? Они взялись от ваших друзей или ваших поставщиков праймеров. Дело в том, что сегодня область молекулярной биологии это невероятно развитая индустрия, и поэтому вы можете прямо позвонить в организацию, лучше не позвонить, надо написать, потому что не по телефону вы будете надиктовывать эти последовательности, вдруг ошибетесь. В общем, короче говоря, поверьте мне, очень быстро и очень за недорого относительно вам в пробирочке привезут прям набор вот этих вот маленьких коротышечек из ДНК, которые вы сможете поместить в эту систему, и, соответственно, когда у вас ДНК развернется, эти самые праймеры, они сядут на нужные места. Ничего волшебного в этом нет. А дальше, как вы помните, начинает радоваться кто? ДНК полимераза, потому что она теперь начинает все это дело достраивать. Она достраивает вот в этом направлении, и вот мы получаем отсюда и до обеда, отсюда и до обеда. Затем можно это все повторять много циклов, поэтому, если вы, может, что-нибудь читали про ПЦР, то там все вокруг этих циклов ходит. Соответственно, в следующем цикле можно заново раз нагреть, и ДНК у вас раз плетется. И обращаю внимание, что поскольку вот образовавшийся фрагмент, он имеет участок, который комплементарен праймеру, а праймеров-то вы добавили много, поэтому этих праймеров хватит на много таких повторений, то праймеры заново сядут, и заново будет радоваться ДНК полимераза, и заново будет достраивать, и вот, пожалуйста, у вас еще достроенный фрагмент. И вот раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом, и так очень много циклов, позволяя ферменту РНК полимеразе садиться на вот эти вот области, которые обозначаются праймерами, и, соответственно, вот этот вот фрагмент у вас был в одном экземпляре в пробирке, с помощью работы этой всей слаженной команды вы получаете до кучи этих фрагментов пробирки. Соответственно, это используется для чего? Вы не можете увидеть, детектировать какую-нибудь одну молекулу, но вы можете эту молекулу, размноженную в многократном масштабе, зафиксировать прямо визуально. Ну, например, она может там начать светиться, если его специальным образом обработать. Ну, в общем, факт тот, что много молекул виднее, чем одна молекула, это раз. Кроме того, есть специальные приборы, так называемые реал-тайм ПЦР, где вы можете следить не просто за тем, образовались эти продукты или нет, вы можете за этим наблюдать в реальном времени, и вы увидите, что в какой-то момент ДНК было мало-мало-мало, а потом раз, вот этих фрагментов стало вдруг резко много. И, соответственно, от того, было ли много вот этой исходной ДНК в начале, зависит то, насколько быстро насинтезируется много вот этих фрагментов в конце. Именно этот принцип лежит в основе той же самой ПЦР, которая использовалась для выявления в биологических образцах коронавируса SARS-CoV-2. Следующий инструмент — это инструмент, связанный с разрезанием нуклеиновых кислот. Часто это называют рестриктазами, в лаборатории это называют рестриктазами. Вообще считается, что так говорить не совсем прилично, потому что их правильно называть эндонуклеазы-рестрикции. То есть это те ферменты, которые умеют разрезать ДНК, но строго в определенных местах. Кстати, в предыдущем случае мы сказали про всякие разные ПЦР-анализы, но самое главное для нас как для генных инженеров — это размножить нужный нам фрагмент. Потому что когда у вас в пробирке плавает одна ДНК, и ладно, не сильно много от нее толку, а если вам нужно, например, какой-то фрагмент вставить куда-то, то вам нужно все-таки большое количество таких молекул. И вот, пожалуйста, ПЦР позволяет это сделать. Представим, что теперь после того, как мы эти молекулы размножали, нам их нужно куда-нибудь встроить. Для этого нужно иметь ножнички. То есть фактически то, что делают дети, когда делают аппликации. Им нужно отрезать что-нибудь, а потом куда-нибудь приклеить. Так вот, отрезается это с помощью ферментов эндонуклеаз-рестрикции. И тут надо сказать большое спасибо молекулярным биологам, которые работали в части изучения бактерий. Обычно любят говорить, что вот фундаментальная наука пользу никакую не приносит. А еще любят у фундаментальных ученых, которые занимаются фундаментальной наукой, чтобы они написали какую-нибудь дорожную карту, что сейчас они, допустим, изучают фундаментально, а вот через три года начнется прикладно уже. Яркий пример — это как раз вот эти самые рестриктазы. Ученые занимались тем, что изучали в бактериях специальные ферменты, которые умеют разрезать нуклеиновые кислоты. Вообще бактериям это нужно, чтобы бороться с вирусами. Дело в том, что, ну очень логично, вирусы — это вышедшие из-под контроля тоже нуклеиновые кислоты, они иногда приходят к бактериям, как и к нам, да, и к бактериям тоже иногда приходят вирусы, и их можно разрезать. Но есть одна проблема. Если ты начнешь резать всю ДНК подряд, то ты имеешь высокий риск разрезать свою ДНК. И поэтому надо сделать какие-нибудь такие ножнички, которые режут не все подряд, а только определенные последовательности, а остальные не режут. А те, которые они хорошо режут, их как раз у тебя в геноме нет. Очень удобно. То есть кто-то забрался, ты его разрезал, а свою ДНК оставил в покое. И вот эта вот высокая специфичность, она как раз позволяет осуществлять самые разные манипуляции. То есть есть специальные таблицы с последовательностями, которые режут вот эти, так называемые, коммерческие рестриктазы. Ну то есть, смотрите, молекулярные биологи фактически могут ходить в супермаркет. Только он чаще всего в виде сайта существует, это поставщики различных компонентов. Праймеры мы заказываем, рестриктазы мы точно так же заказываем. У опытного молекулярного биолога уже через сколько-то лет работы у него уже целый набор есть, как у опытной хозяйки. А с приправами у него обязательно есть всякие разные рестриктазы, и он точно знает. Вот, например, хочу я разрезать, чтобы вот такая вот последовательность у меня была. Я знаю, что она у меня такая. Я, соответственно, знаю, что на эту последовательность работает вот такая рестриктаза. Она называется ЭКР. Соответственно, в честь эшерихи и коли — это кишечная палочка. И она не просто режет, она режет с образованием так называемых липких концов. То есть мы видим, что не вот так вот тупо, с образованием тупых концов, а вот образуются так называемые липкие концы. Ну и, как вы видите, вот по этим освободившимся комплементарным участкам можно приделать потом точно такой же комплементарный участок. Поэтому там, где ножнички в аппликациях, там потом кто? Там еще и клей должен быть. Поэтому есть специальные ферменты, легазы, которые тоже, опять же, их никто не делает, их делает природа изначально в эволюции, а мы только у всех подглядываем. То есть большую часть времени молекулярные биологи занимались тем, что в деталях изучали, а как это работает в природе. И некоторые из этих механизмов потом оказались очень удобны для каких-то собственных манипуляций. Так, это мы пропустим. Ну и здесь показана картинка, которую тоже очень любят везде показывать. Это вот триумф генной инженерии. Потому что когда мы говорим про генной инженерии, у нас возникает ощущение, что это случилось буквально вот-вот-вот совсем недавно. Чтобы вы понимали, это 78-й год. Это вышли три мушкетера с Боярским. То есть это когда было. Может, я кого-то сейчас огорчил. Может, кому-то вчера кажется, что вышли три мушкетера с Боярским. А я был маленьким совсем еще. В смысле, я-то не застал этого времени. Когда я родился, этот фильм мне уже тоже казалось, что вышел очень-очень-очень давно. Но тем не менее, сколько лет уже прошло? Кто знает у нас математику, сколько времени прошло с 1978 года? 46 лет, да? Вот знаете, как давно это было сделано. Из человеческой клетки выделили ДНК. Соответственно, оттуда взяли конкретно фрагмент, который соответствует гену инсулина. Ну, понятное дело, инсулин — это белок, который нужен для того, чтобы помогать страждущим, которые страдают от сахарного диабета. И, соответственно, в бактерии, здесь тоже важный термин, это плазмида. Дело в том, что есть так называемые векторы. Это, опять же, штуки, которые необходимы для манипуляции с нуклеиновыми кислотами. Так вот, векторы — это структуры, которые позволяют генетическую информацию переносить из одного организма в другой. Ну, здесь самый простой вообще вектор, который можно использовать, — это плазмида. Потому что у бактерий есть так называемый горизонтальный перенос генетической информации. Они могут друг с другом обмениваться, информации. Вот я бы мог, если бы мы так могли делать, у нас есть только вертикальный перенос генетической информации. То есть мы можем передать нашу наследственность только нашим детям, нашим потомкам, внукам и так далее. То есть как бы вертикально. А если мы говорим о бактериях, они могут своим подруженькам, например, взять и сообщить какую-то ценную информацию, ну, например, об устойчивости к антибиотикам. Это, кстати, нужно помнить, когда мы принимаем неконтролируемые антибиотики. Они могут научить кого-нибудь плохого пользоваться этой самой устойчивостью. То есть между видами передавать. То есть не какой-нибудь патогенный вид, а сообщить, как быть устойчивым к антибиотикам патогенным. Это тоже подсмотрели молекулярные биологи. И, соответственно, они поняли, что достаточно легко можно из одной бактерии в другую перекинуть фрагмент ДНК, если его вставить вот в эту самую плазмиду. Тут нам опять помогают рестриктазы, потому что мы взяли, разрезали ген рестриктазы, который дает известные нам липкие концы. Мы знаем рестриктазу, которая даст комплементарные липкие концы в этой самой плазмиде. В коммерческих плазмидах, которые опять же мы покупаем в супермаркете, там прямо написана схема плазмиды, где какими рестриктазами можно резать. То есть прямо вот как в конструкторе все. И, соответственно, с помощью фермента легаза мы вшиваем туда вот этот фрагмент. Затем это мы вставляем в бактерию, которая размножается. Но здесь можно тоже остановиться на секундочку. Нам ведь нужно, чтобы размножилась только та бактерия, которая получила вот этот новый фрагмент, то есть вот эту плазмиду. А как же нам сделать так, чтобы все остальные бактерии, в которых плазмида не вошла, куда-нибудь испарились, умерли и так далее. В этом плане генные инженеры люди без сентиментов. Они действительно считают, что все, кто не получил такую плазмиду, должны умереть. Поэтому в эту плазмиду еще помимо целевого гена вставляют чаще всего какой-нибудь ген антибиотика, причем не широко использующегося в медицине, а вот антибиотика для научных целей. И, соответственно, все бактерии, у которых нет этой плазмиды, они чего, умирают? В соответствии с... Прямо все как по Дарвину, эволюция. А те, у которых появилась такая замечательная приспособительная возможность, они, пожалуйста, размножаются. Ну и, соответственно, все, пожалуйста, у вас есть вот этот первый фактически синтетический организм, продукт синтетической биологии, который производит инсулин. То есть никогда такого не было, никогда такой не было бактерии, которая бы умела это делать, и только благодаря человеку появилась бактерия, которая научилась производить инсулин. Теперь вкратце некоторые примеры. Про это все, наверное, слышали хотя бы краем уха, это флюоресцирующие, в общем, короче говоря, светящиеся поросята с GFP. GFP — это зеленый G, значит, Green Fluorescence Protein, зеленый флюоресцирующий белок. Есть медуза, которая умеет, как вы знаете, светиться, соответственно, она умеет делать благодаря наличию у нее специального белка. Белок зашифрован в определенном гене, собственно, GFP. Вот структура этого белка. Ну и достаточно легко было вставить этим поросятам эти самые гены и заставить их светиться. То есть чуда никакого нет. Эти поросята были сделаны уже 20 тоже лет назад. Вообще все это очень обыденные штуки. Ну и сколько? Это я примерно ориентируюсь по времени. Так, значит, я пропущу некоторые моменты. Давайте. Теперь, значит, после того, как мы поняли, как мы научились все это дело, всем этим делом манипулировать, теперь нужно понять, а с чем манипулировать. То есть у нас как, знаете, в операционной инструменты разложены, но надо понимать, что к чему пришивать, какие, так скажем, детали информации, какие странички с информацией соединять, с какими страничками информации. И тут важную роль сыграло, конечно же, развитие такого направления, как секвенирование. Дело в том, что мы сейчас умеем очень задешево расшифровывать генетические тексты. Вот здесь показан второй бунтарь в нашей истории. Значит, после Керри Муллиса это Крейг Вентер. Здесь, кстати, показано, насколько иногда с возрастом люди могут выглядеть лучше. Потому что вот этот 2000 год, это объявление о, так скажем, том, что программа «Геном человека» реализована в черне. То есть она на самом деле была реализована только несколько лет, назад, в 22-м году она была завершена. А вот тогда Билл Клинтон, тогдашний президент США, объявил о том, что вот программа достигла большого прогресса. Ну и вот, видите, за его правым плечом стоит Крейг Вентер. На мой вкус она сейчас выглядит значительно лучше. Кстати, желающим, вот я хочу прорекламировать его замечательную книжечку, которая называется расшифрованная жизнь. Там он в деталях рассказывает о том, как он стал молекулярным биологом, как он в жизни разочаровался, потом очаровался, а потом расшифровал ее. Дело в том, что было два параллельных проекта. Первый проект геном человека — это проект международный и государственный. Он в значительной степени финансировался США, но это вообще самый крупный биологический проект, когда-либо международный, а когда-либо реализовавшийся. И параллельно с ним частная компания, Селера, вот, собственно говоря, ее логотип, она тоже занялась тем же самым. И, кстати, интересно, что они там достаточно, как, знаете, бывают скачки, вот непонятно, какая лошадь придет первой. Вот такая же ситуация во многом была и там. Был момент, когда Селера имела очень большой прогресс, они даже немножечко издевались над основной программой геном человека, советовали им переключиться на мышь, говорили, что там чуть попроще. Но в конечном итоге тех результатов, которых удалось добиться Крейгу Вентеру и его компании, этими результатами пришлось поделиться с основным проектом геном человека. Почему? Немножечко про юридические казусы и фондовую биржу. Дело в том, что эти граждане очень сильно надеялись, что они сейчас расшифруют какие-то фрагменты из генома человека и смогут, условно говоря, запатентовать их. И на фоне этих идей акции компании очень серьезно росли. Ну, потому что молекулярная биология, геном человека, основа для персонализированной медицины и так далее. И мы понимаем, что это действительно очень важная информация. Но президент США Билл Клинтон как раз в том же 2000 году, получается, даже чуть-чуть раньше, чем была сделана вот эта фотография, объявил, что последовательность генома не может быть запатентована, и, соответственно, все должны иметь доступ. Ну, понятно, чтобы от этого были подведены какие-то там, не то, что вышел президент и объявил, там какая-то сложная юридическая история была. Но после этого акции компании серьезнейшим образом упали. я даже слышал утверждение, что это чуть-чуть вообще не самое крупнейшее падение акций, чуть-чуть не за всю историю. Ну, это действительно так или иначе очень серьезно повлияло на рынок биотехнологий, и, соответственно, потери исчисляются порядок 50 миллиардов долларов. И все только потому, что думали, что будет так, а потом, значит, юридическая рамка изменилась. Ну, и, соответственно, CraigVenter очень важен с одной стороны, потому что мы видим, как человек может пойти параллельно с государственной программой, то есть нужно иметь отвагу, знаете ли, на такие вещи. С другой стороны, это человек, который затем организовал целую такую бурную работу по секвенированию геномов, микроорганизмов из океана, то есть у него даже был проект, связанный с тем, что он плыл, брал образцы, ну, здесь не один, там целая компания этим занималась, и, соответственно, набирал все больше и больше и больше образцов для последующего секвенирования, то есть расшифровки. и это было сделано совершенно не случайно, потому что человек понимает, что чем больше мы накопим информации о генетических последовательностях, тем, соответственно, потенциально мы можем иметь больше различных механизмов, которые мы можем соединять как раз вместе для получения новых работающих уже искусственных как раз синтетически-биологических структур. То есть он как бы тем самым подчеркнул важность собирать разнообразные детальки в конструкторе лего для того, чтобы потом можно было собирать все более и более разнообразные конструкции. И, соответственно, ему принадлежит созданный впервые, имеется в виду и идея реализации ему принадлежит создание первого искусственного с искусственным геномом организма. Его назвали синтия. На самом деле он более правильно называется мекоплазма лабораториум. Само название подчеркивает, что это существо, которое создано в лаборатории. Но была она сделана из мекоплазма гениталиума. Где живет мекоплазма гениталиума, я надеюсь, вы догадаетесь, исходя из названия. Соответственно, она и так-то обладает не очень большим размером генома. 580 кб, то, что там написано, это килограмм, а это чего? Это тысяча. 580 тысяч нуклеотидных пар, то есть самых буковок. Соответственно, там было идентифицировано 482 гена, а затем в этой же компании Селера стали оттуда постепенно, поэтапно эти гены выкидывать и смотреть, выживет, не выживет. Ну и путем издевательства над этим самым геномом этой бактерии, ну и правильно, она живет в таких местах, что тоже много над кем издевается, можно и над ней поиздеваться. Соответственно, были выкинуты гены, и оказалось, что 382 гена ей прям необходимы. То есть таким образом было понимание, что такое минимальный геном. А потом взяли вот те же самые друзья, которые нам синтезируют праймеры из супермаркета молекулярно-генетического, те же самые друзья, у них стоит вот такой прибор, он называется автоматический синтезатор нуклеиновых кислот. То есть вы можете туда условно, вы туда ему говорите текст, которым нужно соединить эти четыре буковки, а соответственно он, видите, у него там баночки есть как раз с исходниками, он берет автоматически вам все это дело синтезирует. Поэтому можно заказать генетический текст, в котором есть 382 гена, выкинуть собственный геном из клетки, так бы она умерла без этого генома, а тут вы берете и загружаете ей синтетический геном. И вот у вас, пожалуйста, есть живой организм, в котором ДНК не является ДНК, полученной от его прародителей, а это целиком и полностью с нуля синтезированная ДНК. И оказалось, что, пожалуйста, живет. ну а почему мы говорим, тем не менее, мы пока еще не можем создать клетку с нуля. Уже оказалось, что сложнее даже не нуклеиновые кислоты. Дело в том, что, чтобы вообще создать живое существо, нужно, оказывается, чтобы сложилось как-то три вещи, три чуда. Значит, чудо первое это вот эти матричные синтезы по удвоению и размножению нуклеиновых кислот и, соответственно, на основе их синтез белка. Второе, это чтобы белки работали, белки тоже нормально работают, в принципе, и в этой бактерии. Но очень важно еще, чтобы была оболочка, то есть мембрана, которая обладает избирательной проницаемостью. Так вот этого-то как раз, то есть как бы этой оболочки, этой границы внешней, вот это мы не научились делать, потому что точно так же, как, но достаточно эффективно они научились делать, точно так же, как нуклеиновая кислота не может возникнуть на пустом месте, а она по идее, ну если ее не синтезировали мы, она по идее должна создаться на основе другой нуклеиновой кислоты, точно так же мембраны могут только быть расширениями уже имеющейся мембраны. И вот в этом плане нам в качестве мембраны пришлось все-таки использовать Укрегу-Вентеру вот эту вот клетку, подсадить полностью синтезированную молекулу ДНК, вот это он смог. Ну и теперь буквально пару слов о том, к чему мы сейчас пришли. Дело в том, что сейчас под синтетической биологией понимается вещь куда более широкая, чем вот то, о чем мы говорили в самом начале. То есть, еще раз повторю, синтетическая биология в узком смысле это такое, знаете, международная олимпиада по сборке из как бы имеющихся фрагментов и каких-то конструкций и, соответственно, созданию этих вот фрагментов. А что касается такого ныне часто использования используемого понятия, то здесь вот как раз приведены компании с крупной капитализацией. Ну, например, Impossible Foods. Да, это растительные заменители мяса, которые используют генетически модифицированные дрожжи для производства собственного гемоглобина. То есть, это, да, синтетическая биология в том смысле, в каком мы можем понимать под синтетической биологией генуинженерию. Биологическое удобрение на основе бактерий, которые преобразуют атмосферный азот. То есть, несомненно, важное направление в том плане, что действительно у нас проблемы с нехваткой пищи. Мы знаем, что примерно 2 миллиарда людей утром просыпаются и не знают, что они будут есть вечером. И, соответственно, проблема в том, чтобы не просто их накормить, а накормить их полноценной пищей, в том числе, чтобы у них было достаточное количество белка в рационе. И в этом плане мы понимаем, что дороговизна белка связана с тем, что достаточно сложно зафиксировать азот. вокруг нас этого азота много, 78%, но далеко не все умеют этот азот включать в состав органических веществ. Вот как раз в этом направлении как мы им тоже работаем. Ну и вообще с синтетической биологией опять же декларируется, что связаны надежды на то, что мы решим множество, но на самом деле ключевые глобальные проблемы, которые стоят сейчас перед человечеством, да и экологические, в том числе создания различных видов топлива и соответственно связанные с лекарствами различными. Эту сферу мы сейчас не сильно затронули, но в предыдущих лекциях я рассказывал, что мы сейчас занимаемся очень эффективно движением в сторону широкого внедрения генетической терапии. Ну и соответственно в разных других направлениях. Вот. Собственно говоря, наверное, на этом можно и заканчивать. Я думаю, что интереснее будет, если вы зададите какие-то вопросы, а мы тут с вами подискутируем. Спасибо за внимание. Да, поднимайте, пожалуйста, руку. Вот. Я к вам подойду и напоминаю, что за самый интересный вопрос книжки, поэтому Дмитрию необходимо запоминать. фокусироваться на этом. Дмитрий, добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос больше из разряда молекулярной биологии. Вот в процессе трансляции у нас есть специальная логистическая система в виде транспортной РНК, которая приносит у нас различные аминокислоты к месту в рыбосому и происходит трансляция. Существует ли похожая система в транскрипции и репликации? Потому что отдельные нуклеотиды у нас они больше по размеру и по массе и как бы если они плавают просто так, то процесс может пойти очень медленно и они могут образовывать какие-то комплементарные пары между собой вне ДНК-полимеразы. На самом деле это вопрос такой химический. Исходя из того, что мы даже можем сделать это все в пробирке без всяких специальных структур, которые бы там чего-нибудь транспортировали. Потому что когда мы проводим ПЦР, у нас есть матрица ДНК, у нас есть ДНК-полимераза и соответственно вот эти предшественники нуклеотидов. То есть на самом деле кирпичик, которому еще приделана энергия на то, чтобы его встроить. И без всяких дополнительных помощников это все прекрасно работает, то, что называется в системе инвитро, то есть в пробирке. И причем работает очень эффективно, очень быстро. Поэтому в клетке никакие дополнительные структуры совершенно не нужны. Мы понимаем, что это просто химически замечательно случается. Хорошо, спасибо большое. Давайте, если у вас еще есть вопросы. Тогда сейчас. То есть основное здесь идет, что у нас броуновское движение, молекулка, цитозина как-то в ядре содержится и происходит репликация. Ну вот они, я понимаю, все-таки биолог, я, конечно, что-то в химии понимаю, но сами мы этого не видели и не увидим. Можно представить, что они как-то толкаются, те, которые подлетели и присоединились, больше не отлетают, потому что они туда приклеились. Представьте себе, мухи летают вокруг вот этой ленточки с мухами, какие-то подлетают, отлетают, некоторые подлетают, приклеиваются и не отлетают. Так, наверное, про макулярную биологию еще никто не рассказывал. Как считаете, отталкиваясь от нынешних технологий возможно ли вырасти в пробирке органы человека? Да, вот здесь мы видим широкое понимание синтетической биологии, потому что если мне кто-нибудь скажет, что выращивание органов в пробирке это не синтетическая биология, я спрашиваю, а почему? Точно так же, как, кстати, и синтетической биологией можно называть создание, например, каких-нибудь очень-очень крупных по масштабу экосистем. Вот, например, можно взять восстановить мамонтов, а еще восстановить всю ту замечательную флору и фауну, которая жила вокруг мамонтов, и это тоже будет, по идее, считаться синтетической биологией. К вопросу об органах, их, в принципе, и так сейчас достаточно эффективно выращивают. Я не то, чтобы прям спить, ну, как бы, есть те области, за которыми я пристальнее слежу, за которыми менее пристально слежу, ну, я знаю, что сейчас очень эффективные технологии, связанные с печатью неких таких каркасов, фактически, на 3D-принтере из специальных компонентов, затем на эти каркасы населяют их клетками, и вот, я знаю, там щитовидную железу вроде очень неплохо научились делать. Ну, я уверен, что прогресс там таков, что там практически вещи, опять же, неотличимые от чуда происходят. То есть, это очень бурно развивающаяся отрасль, и она уже показывает массу результатов позитивных. Дмитрий, спасибо большое за доклад. Меня тоже зовут Дмитрий, очень интересно. Я работаю в компании, которая занимается формальной верификацией программ, то есть, доказательства программы берется как теорема и доказывается ее свойство, чтобы быть уверенным, что программа работает корректно. Поэтому у меня соответствующий набор вопросов. Первый вопрос. Вы сказали, что синтетическую биологию можно рассматривать как биологическую машину, ну, с точки зрения построения биологических машин. Поэтому возникает вопрос, какие формальные логические системы можно использовать для этого, современные математические ловники. И дальнейшая детализация, уже возвращаясь с самого начала вашего доклада, когда вы описали гипотетическую материальную лего, из которых его можно строить, биологические конструкции, какие там используются инварианты, законы сохранения, сопряжения, контроль, соответствие, ну, и экологичность. Спасибо. Я был бы рад ответить на… Если можно, я бы хотел с вами связаться потом. Да, давайте мы свяжемся, потому что я, видите, как биолог, могу что-то понимать, да, но этой вот терминологией не владею до конца, поэтому, ну, видите, у всех своя специализация. Здравствуйте. Хотя, извините, договорю, дело в том, что действительно там сейчас есть и достаточно эффективно отработанные схемы, которые позволяют фактически делать некие элементы для таких вот вычислений фактически, да, на основе биологических конструкций. Ну, то есть, например, у вас в клетку входит сигнал и, например, может быть входящий сигнал и исходящий сигнал и в зависимости от, например, соотношения там каких-нибудь компонентов. Там компонент А и компонент Б. Соответственно, и можно эту клетку программировать. Например, если там появляется компонент А, то ответ нет, компонент Б, то ответ нет, а, допустим, два компонента, они, значит, ответ да. Ну и вот за счет построения таких вот схем можно фактически выстроить некую цепочку, некий алгоритм, который и позволяет вот такие штуки обрабатывать. И на самом деле есть все вот эти компоненты, я уж, извините, коряво, но я понимаю, о чем вы говорите, я вот отвечаю, как я это могу изложить. То есть фактически все эти формально-логические операции сейчас уже внутрь этих систем научились запускать, и, соответственно, соединяя их в нужной последовательности, можно вот этим заниматься. Я еще не рассказывал про то, что есть еще направление искусства, связанное с синтетической биологией, то, что есть ДНК оригами, когда вы берете и ДНК таким образом программируете, чтобы она там сворачивалась в какие-нибудь смайлики, например, и так далее. Но на самом деле тут еще пять лекций можно читать. Здравствуйте, очень интересная лекция. Скажите, пожалуйста, вот выращивание искусственных мозгов, это относится к синтетической биологии? И если да, то какие там есть успехи в этом направлении, во всяком случае в изучении генерации нейронов и тому подобное? Смотрите, это клеточная биология. Это несомненно, опять же, в широком смысле синтетическая биология, но, к сожалению, я здесь квалифицированно прямо про последние шаги сказать не могу. Но я, насколько понимаю, это вот я сейчас гипотезу строю. Вообще с выращением именно нервной системы, как очень сложной такой структуры, тут, я думаю, проблем больше, чем с выращиванием каких-то более простых органов. Здравствуйте, тоже спасибо за лекцию. Вы вот упомянули про горизонтальный перенос информации в бактериях. И на эту тему тоже меня интересуют вопросы. Но это же, по сути, путь к созданию таких биобанков данных, искусственных, и также дальше размышляя, это возможное предположение естественного банка данных, которое создано. Ну, то есть вот Океан — это банк данных. Океан — это банк данных. И можно ли воспринимать Океан как банк данных, которые чем-то созданы? Да, я хотел показать картиночку. Чего? А, все замечательно. Так, значит, по поводу, первого вопроса, по поводу загона информации в бактерии. Это широко используется, и когда, например, расшифровали геном человека, его разбили на кучу-кучу-кучу-кучу мелких фрагментиков, а, соответственно, содержали эти фрагментики как раз в бактериях. Поэтому этой технологии на самом деле уже несколько десятков лет. А если мы говорим про тот банк данных, которым является природа, как в средние века люди говорили, что природа — это книга, вот есть две книги, есть Библия, и, значит, природа, в которой все записано. Это действительно. Со вторым я абсолютно согласен. Вот это Николай Иванович Вавилов, наш соотечественник с трагической судьбой, который занимал... Он одним из первых это понял, и он отправился в кругосветное путешествие собирать диких родственников культурных растений. Потому что он прекрасно понимал, что какая-нибудь пшеница урожайная и вкусная, но при этом она содержит лишь незначительный набор генов, вернее, вариантов генов, которые вообще присутствуют в природе. И если вы хотите найти какую-нибудь засухоустойчивую пшеницу или какую-нибудь, наоборот, морозоскойку пшеницу, то вы лучше найдете эти варианты в дикой природе. И поэтому он собрал коллекцию, которая до сих пор хранится в Петербурге. Это институт имени как раз Николая Ивановича Вавилова. Там была целая история героическая, как даже в условиях блокадного Ленинграда эту коллекцию сохраняли и пересевали семена. И долгое время это вообще была самая крупнейшая коллекция генетических ресурсов, до тех пор, пока не сделали международную коллекцию. У нее зловещее название — хранилище судного дня. Она расположена на Шпицбергене, где в условиях вечной мерзлоты как раз хранится вот этот самый банк. Но мы-то понимаем, что… Еще шаг в сторону сделаю. Сейчас очень любят проводить так называемые метагеномные исследования. То есть раньше мы брали человека и расшифровали геном человека. А сейчас мы можем взять, не знаю, ил, землю, какие-нибудь образцы из кишечника и отсеквенировать вообще всю ДНК, которая там есть, включая всех бактерий и так далее. И мы сейчас идентифицировали огромное количество так называемых некультивируемых микроорганизмов. То есть вообще микробиологи, как долгое время изучали микроорганизмов, они взяли бактерию, подобрали среду для выращивания. Оказалось, что вот она хорошо растет, вот у вас чистая культура, можно потом студенту в чашках Петри показывать. А оказалось, что те бактерии, которые не хотят у вас расти, вы о них ничего и не знаете. А благодаря анализам ДНК оказалось, что их куча. И сейчас важная задача не просто их идентифицировать как новые виды, а каким-то образом познать весь тот объем генетической информации, которая в них есть, и использовать эту информацию как чертежи для новых биологических машин, которые могут, не знаю, на дне океанов каких-нибудь, там могут быть бактерии с такими конструкциями этих самых машин, которые могут в голове талантливого инженера решить важные задачи. Хотелось бы задать такой вопрос. Вы рассказали про синтетическую бактерию синтия. Как известно, она была сделана по заданию, когда возникло большое загрязнение нефти в Мексиканского залива, и не знали, как с этим бороться. Вот придумали вот такой подход, придумать, создать бактерию, которая сожрет эту нефть. Ну, в пробирке она трескала эту нефть за обе щеки. Но когда ее выпустили в природу, она обнаружила, что есть пища более доступная, она немножко с нефтью там пожевала, пожевала, а потом перебросилась на биологические нормальные объекты. И теперь в Мексиканском заливе большая биологическая катастрофа. Потому что ученые из пробирки выпустили в природу, не понимая гармонии естественных процессов. И вот такая история с географией синтетической. Смотрите, по поводу синтии здесь еще есть важный момент. Я не стал. Тут, вы видите, и так это большая презентация была. На самом деле с ней очень много связанных мифов. На самом деле это вообще разные бактерии. Вот эта синтия, поскольку она обладает минимальным геномом, она не может выжить в этих условиях. Она вообще паразит изначально. Она живет, опять же, исходя из того, что она гениталиум, мы поняли, где она живет. Поэтому это другая история, это другая бактерия. Но тот факт, что, естественно, нужно оценивать вклад наших изменений, наших технологических каких-то решений в условиях окружающей среды, это, естественно, да. Тут как бы сложно отрицать. Единственное, чем бы я еще хотел, может, зафиналить, отчасти, про это я тоже хотел немножечко сказать. Обычно, когда у нас рассказывают про ноосферу, я специально взял самую ужасную, которую только нашел в интернете слайд, который использует какой-нибудь школьный учитель. То, что ноосфера, высшая стадия развития биосферы и так далее. Очень часто и мне, например, даже в школе рассказывали, что ноосфера – это некая сфера разума, которая нас окружает. Мы разумные, вот у нас есть некая оболочка Земли, которая нами заселена. Оказывается, Вернадский все-таки имел немножечко другое. Потому что он говорил, что нет, ноосферы еще нет, она появится потом. И вот тут, мне кажется, это очень важная мысль, которая сочетается с тем, что вы сказали. Очень многие процессы, те, которые происходят в природе, они происходят гармонично достаточно, но они могут происходить не всегда оптимально. Соответственно, мы хотим, понятно, подставить многие процессы под себя, но если мы не знаем, как система работает целиком, то мы, внося какие-то незначительные изменения, вызываем зачастую негативные последствия. И понятно, что рано или поздно нужно будет все изменять под себя, сделать так, чтобы все происходило оптимальным образом, но для этого очень нужно хорошо разбираться в системах управления и анализе данных. И в этом плане развитие искусственного интеллекта как раз, видимо, поможет нам смоделировать все правильно, и потом это правильно уже запустить. Ну и не случайно, собственно говоря, Вернацкий говорил, что страшная фраза, что в буре и грозе будет рождаться ноосфера. Так что мы, может, даже и застанем, а может, уже застаем этот момент. Я бы дополнил то, что бактерия, которая питается нефтью, она существует, но она, так скажем, появилась естественным образом, она, в принципе, существовала миллионы лет. Ее просто обнаружили, в том числе в Мексиканском заливе. Да, и если вы посмотрите в интернете, там рассказано, что Синтия и коронавирусную инфекцию спровоцировала и что-то не сделала. Это все любовь людей к теориям заговора и прочим вот таким вещам. Спасибо большое за лекцию. Можно такой вопрос? Можно ли с помощью синтетической биологии и методов молекулярной биологии работать с вымирающими или вымершими видами, также их адаптировать, модифицировать под наше время, чтобы, возможно, восстановить какую-то культуру или штамм, как-то модифицировать это? Да, если мы имеем доступ либо к ДНК, в принципе, мы можем взять какие-то фрагменты ДНК и вставить в каких-то ныне живущих близкородственные виды, либо мы можем в случае, например, с мамонтами, когда половые клетки даже в вечной мерзлоте сохранились. Есть даже проект, иногда я на него посматриваю, имеется в виду, смотрю, что же там произошло. Просто есть энтузиасты, которые хотят восстановить мамонтов. Это будут не мамонты в чистом виде, потому что все равно какие-то генетические фрагменты, видимо, придется тем или иным способом обеспечить за счет ныне живущих слонов. Но, в принципе, в ту сторону можно двигаться. Другой вопрос, опять же, зачем, но вот тут как раз именно комплексный подход, он, наверное, и поможет, потому что изменение климата, создание каких-то новых биомов, все это перестало быть фантастикой, и от нас зависит то, насколько это вообще реалистично. То есть технологически это возможно, вопрос зачем, и если это нужно, то дальше уже вопрос привлечения инвестиций, план график, дорожная карта, и вот это все. Я бы сказал, что сейчас, наверное, более актуальная и, в принципе, более исследуемая часть этого вопроса восстановление тех видов, которые исчезают в данный момент. Но, кстати, опять же, к счастью, те виды, которые исчезали раньше, они исчезли и все, а может они, кстати, и сохранились в виде отдельных фрагментов, сразу в генетический банк. Если кто-то вымирает, ну, жалко, но тоже в генетический банк. Вдруг восстановим. Кстати, ты говорил про вот это хранилище судного дня. В России строят аналогичный проект, свой. У нас все должно быть свое. Все свое. Собственный судный день. Спасибо за лекцию. Интересно, сейчас вы говорили, что секвенируют большое количество организмов, но при этом не знают условия, при которых можно воспроизводить эти организмы. А научились ли мы какую-то вообще полезную информацию извлекать чисто из секвенирования генома или только за счет экспериментальных каких-то воспроизведений? Ну, смотрите, очень хороший вопрос. Дело в том, что мы можем сравнивать фрагменты. То есть они же не то, что прям такой фрагмент, который никогда мы такого не видели. Да, он родственный тоже какому-то фрагменту другого организма, и мы можем понять хотя бы к какому, например, к классу генов он относится. С другой стороны, у нас есть технологии компьютерного моделирования, когда мы можем, например, вот мы понимаем, что вот такой белок лучше связывается с таким, например, лекарством, а вот такой вот поворот помогает с этой молекулой, например, лекарства взаимодействовать еще более эффективно. И поэтому мы теперь, в отличие от истории с фармакологией предыдущих многих десятилетий до истолетий, можем более целенаправленно искать лекарственные препараты подобным образом. Вот используя этот же самый подход, мы, в принципе, на основе некого фрагмента можем предсказать даже ту конструкцию белковую, которую он, этот фрагмент, кодирует. И даже, опять же, чем больше мы больших данных получаем, тем более высокой предсказательной силой обладает эта модель. Ну и, соответственно, лет через 10 мы с вами на этот вопрос, может, будем отвечать вообще очень оптимистично. Тогда логично предположить, что искусственный интеллект сейчас очень сильно в эту сторону. Вообще, искусственный интеллект во все стороны уже, но здесь действительно просто вот тот объем данных, которым мы сейчас обладаем, мы научились что делать? Генетики современные. Кучу-кучу данных получать. Вот теперь скармливаем искусственному интеллекту, он нам выдает какие-то ответы. Спасибо. И в этом плане сухая биология, она процветает, биоинформатики это та профессия, которая прямо с руками отрывает, потому все идите в биоинформатике. Для кого это актуально? Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Хотелось бы пожелать, чтобы еще такие лекции случались, потому что очень интересно. Нет, я очень, извините, я просто очень рад, потому что я, мне кажется, вот у меня была предыдущая лекция, она такая была более, такая хоп-хей-ла-ла-ла-ле. Два года назад. Два года назад, да. Я в этот раз решил чуть-чуть углубиться. Я не знал, будет ли это там весело или менее весело, но если вам интересно, то я очень рад. Вопрос как раз у меня не от биолога или генетика, а от биоинформатика. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько скоро можно будет заменить функциональную проверку каких-нибудь вариаций или, допустим, вставки генов на какие-нибудь алгоритмы, допустим, искусственного интеллекта. Потому что сейчас же вроде бы функциональная проверка является обязательным, даже вот если предсказывают, как влияют изменения в гене, то сейчас это обязательно, без этого никуда. А вот что будет в будущем, скажите, что вы считаете. Я не Ванга, понимаете, что будет в будущем, я, к сожалению, сказать, или к счастью, не могу. Ну, практика критерий истинная. Значит, если вы спросите мое мнение, то я, конечно же, наверное, сторонник того, что некоторые вещи все-таки лучше подтвердить как-то в реальности. Потому что мало ли какие модели… Я прекрасно понимаю, что предсказательная сила моделей все больше и больше увеличивается, но на данном этапе я думаю, что все-таки проверять силу искусственного интеллекта тоже целесообразно. Спасибо за лекцию большая. У меня такой вопрос. Был человек на Ютубе с проблемами с лактозой, соответственно, у него не было фермента. Он в домашних условиях поставил ПЦР, был даже блог, достаточно давно смотрела, и, соответственно, вместе с системой CRISPR-CAS использовал все это и пытался клетке своей поджелудочной научить, соответственно, производить этот фермент, чтобы расщеплять лактозу. Вроде у него даже были какие-то успехи, то есть он, как вы говорили, в супермаркете закупал продукты, ставил у себя буквально в кастрюльке все это ПЦР, остался жив, вроде даже мог какое-то время усваивать лактозу. А вот вопрос. Есть ли здесь какие-то потенциальные опасности или можно уже закупаться и ставить? Представляете, да какой стиль. Дети в детском садике не любят молоко и не бьют его, выливают, не знаю, фикус. А тут человек настолько запарился, ему настолько хотелось пить молоко, и ему плохо было от этого, у него непереносимость, ему кишечник говорил не по имени, а молоком, а он все-таки решил заняться биохакингом и крякнуть свой организм. С точки зрения рассудительности этого товарища, у меня он вызывает много лоборосов. Как мне кажется, так делать не надо. Да, такими вещами все-таки должны заниматься профессионалы, то есть медики, и только в тех случаях, не вот как здесь поразвлекаться, а когда это прямо нужно для сохранения здоровья. Если вы хотели мое какое-то оценочное суждение по этому поводу. Нет, 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 есть потенциальные опасности, что можно такого наделать. Ну, можно много чего наделать с собой, ну, а он же доставлял эту генетическую конструкцию с помощью какого-то вектора. То есть он использовал какой-то вирус. Все могло закончиться для него просто анафилактическим шоком от какого-то аллергена, который попал в организм. И уж, я не знаю, в конце концов, он может инъекции себе неправильно делал, у него просто какой-нибудь пузырек воздуха попал, и все, со всеми последствиями. То есть, как это обычно говорят, не пытайтесь повторять в домашних условиях, доверьте это дело профессионалам. Здесь, мне кажется, это абсолютно работает. Спасибо. Мне кажется, в принципе, быть биохакером это не очень рациональный подход. Ну, на данном этапе, как мне кажется, опять же, каким биохакером? И те, хорошо, ешьте фрукты. Те, которые играют с бактериями, вирусами, их можно перечислять в случае, где они пачками друг друга хоронят. Не очень хорошее дело. Да, но, кстати, мы, мне кажется, повторяем историю с медиками 19-20 века. Те тоже любили что-нибудь там все привить, а потом лечить. Не все доживали до успешного лечения. Спасибо за лекцию. Мне вот как человеку со стороны очень интересно было. Значит, вопрос первый. Был слайд там, где была представлена диаграмма с ассоциацией уровней в построении компьютерных систем и многолечных биологических организмов. И вот не знаете, ведутся ли работы в направлении создания биокомпьютеров? А вот смотрите, ваш вот коллега этот вопрос уже задал. Я даже не его ответил. Да, совершенно верно. Дело в том, что есть клетки, которые можно заставить работать как компоненты вот этих решателей в компьютере, как эта штука называется. Ну, можно так его называть, наверное. Да, то есть и выстраивая их, они могут логически решать как бы да-нет, нет-да, и, соответственно, вы их можете друг с другом комплектовать таким образом, чтобы получать фактически биокомпьютер. И это одно из направлений современной синтетической биологии. Очень интересное. И второе. Я, может быть, тоже не услышал. Есть ли практическая реализация вот этих вот теорий, что можно взять бактерии и заставить их реагировать на определенные вещества? Да, смотрите. Так, я вот на три секунды буквально отойду. Допустим, культура, которая для человека безвредна, но в воде с, допустим, повышенным содержанием тяжелых металлов они окрашивают воду в определенный цвет. Не то, чтобы мне кто-то доплачивал. Просто я ориентировался в том числе и вот на эту книгу. Она очень странная. Видно, что она написана скорее инженерами, чем биологами. Она называется «На пути к синтетической биологии». и она наполовину представляет собой всякие вот такие инструкции и конструкции, которые реально были реализованы вот в рамках вот этой как раз iGEM, значит, этого конкурса синтетических биологов. И тот пример, который я приводил с реакцией на компонент в воде и, соответственно, с ответной реакцией бактерий, это один из самых банальных примеров, который был реализован. И вот вы можете посмотреть книжку, и, собственно говоря, вот это все работает. Соответственно, увидеть те конкретные подходы, которые были реализованы. Еще раз повторю, что я, как биолог, освещал это все с позиций именно биологических. Потому что в противном бы случае у меня была бы история про то, как, а прикиньте, они взяли, значит, на бактерию светишь, а она начинает пахнуть бананом. И вот таких бы штук я вам много рассказал. Толку бы не было никакого, как мне кажется. Понятно, спасибо. Так, друзья, мы уже достаточно сильно задержались, поэтому давайте последний вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я видела, у кого они есть. Руки? Как минимум три. Вот я предлагаю такой вариант. Мы даем просто последний вопрос, а все остальные задают вопрос уже кулуарно по окончании лекции. А давайте у нас спикер сам выберет, кто задаст последний вопрос. Мне кажется, молодой человек очень долго тянул. Тут на самом деле все долго тянули, но это не важно. Просто человек перед тобой сидит. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос был следующий. Если я не ошибаюсь, когда вы говорили о трех чудах, вы упомянули, что одним из ключевых ограничений является невозможность собрать клеточную мембрану искусственно. Если бы завтра вы проснулись и оказалось, что теперь это возможно, в каких полях, где сейчас применяется, исследуется синтетическая биология, это быстрее всего, ну или явнее всего привело бы к какому-то прорыву и такому значимому? Ну, это бы заставило. Многие люди бы уверовали в то, что жизнь может создастся без всякого сверхъестественного вмешательства. Это, мне кажется, очень серьезно бы повлияло на мировоззрение людей. Ценить бы, может, жизнь бы стали больше, опять же. Если говорить о каком-то практическом применении, то тут, знаете, слишком все сложно, чтобы однозначно и вот так точно ответить на этот вопрос. Мне кажется, это скорее бы фундаментально поменяло именно на уровне мировоззрения многое, а дальше уже инженеры бы соревновались.